Горные лыж и сноубордов Как это делается, прежде чем отправиться на склон, лучшим решением станут тренировки в горнолыжной школе Здесь представлено все необходимое Два спуска с искусственным покрытием, необходимый инвентарь и тренажеры Так что можно освоить катание как на лыжах, так и на сноуборде Мы не используем слово покататься Здесь на самом деле надо работать, работать над своей техникой Техника это тысячекратно выполненное правильное движение И еще одно правило, которое мы выработали здесь То, что снег нам прощает очень много ошибок А тренажеры эти все ошибки показывают Они просто не дают ехать на правильной стойке Поэтому основная задача минимизации получения травмы на этапе обучения Здесь выполняется И естественно дальше прогрессу нет конца Один из тренажеров SkyTec На него можно поставить как лыжи, так и сноуборд Новички отрабатывают на нем правильную стойку А те, у кого прогресс в тренировках больше, отрабатывают технику скоростного катания Карвинг Для начала правила безопасности, небольшая тренировка и проверка уже имеющихся знаний о технике катания Теперь время практики Регулируем крепление, проверяем ширину постановки лыж и поехали Тренажер с помощью специальных датчиков определяет положение лыж или сноуборда Обрабатывает его в компьютерной программе и с помощью электродвигателей Создает такое же воздействие, какое возникло бы на реальном склоне Кстати, есть возможность прохождения спортивной трассы В любом деле, я не скажу только про наш вид спорта А вообще, лучше начинать с каким-то инструктором, с каким-то наставником, педагогом То же самое, можно самому по идее научиться водить машину Но ряд опасностей, которых человек просто, ну он как бы интуитивно умеет выполнять какое-либо действие Пусть это опять же про машину, да, но он многих нюансов не знает И наставник ему подскажет Начинать нужно обязательно с тем, кто не то, что умеет кататься, а тот, кто умеет научить Нужен педагог, который объяснит, как правильно делать и который проследит, что вы правильно делаете Потому что очень многие спортсмены учат своих друзей кататься Ко мне приходят такие люди И у этих спортсменов, да, они классно ездят, но они, к сожалению, не могут четко передать, что они делают сами Они не все до конца понимают это Они делают это на интуитивной какой-то базе, ну, может быть, бессознательной А объяснить, и ведь объяснить можно опять же по-разному И вот этот процесс с опытом приходит, поэтому выбирайте опытного наставника Отточили технику езды, правильное распределение веса и координацию Время переходить к самому интересному Катанию на искусственном склоне Но не все так просто Такое покрытие не прощает ошибок Здесь важно быть полностью сосредоточенным на технике и результате Подходит такой склон для любого уровня катания Отработки правильной стойки, перекантовки и симметричных поворотов Кстати, это отличная физическая нагрузка 40 минут на тренажере равно 2 часам на горе Но есть небольшая разница в оборудовании Вместо всем известных горных лыж тут используются сноублейды Их особенность заключается в том, что катание на них чувствуется не как на лыжах А скорее как на коньках Они коротки, легки и послушны Основная стойка – это выпрямленное положение То есть вот этот миф о том, что для горных лыж нужно согнуть все суставы И как можно ниже присесть, чтобы ехать быстрее И выглядеть как спортсмен-горнолыжник Это миф на самом деле Главное в том, с чего начинать нужно кататься Это нужно создать жесткую сцепку Если уж говорить физическими терминами Между центром масс, то есть нашим телом и лыжами Чтобы ноги не были мягкими Начинать всегда страшно Но пока не попробуешь, не узнаешь Скатиться с реального склона Или же основательно подойти к подготовке – решение каждого Но если вы из тех, кто всегда делал выбор в сторону коньков или ватрушек Может это знак попробовать себя в чем-то новом Кристина Отекина, Вадим Выборнов, Игорь Озеров Универ Новости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин